Здравствуйте! Вы смотрите программу специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Гусейн Магомедов, президент Федерации Тэквондо Московской области. Здравствуйте! Здравствуйте! И Ревас Мкацария, президент Федерации Тэквондо Одинцовского округа. Добрый день! Добрый день! Очень рады видеть вас в нашей студии. 15 сентября на территории округа завершился чемпионат России по тэквондо. Действительно очень интересное, яркое, зрелищное мероприятие высокого уровня. Присутствовали даже олимпийские чемпионы, которые совсем недавно вернулись с Олимпиады в Токио, которые порадовали нас своими результатами и, конечно же, вдохновили в первую очередь всех спортсменов со всей страны. Расскажите о том, как проходил чемпионат России. Да, у нас с 9 по 15 прошел чемпионат России. Это впервые прошло в Одинцовском округе. Мы приняли лучших спортсменов со всего России, 57 регионов России. Это был отбор на чемпионат мира. Соревнования мы смогли провести на высоком уровне. Наверное, в России не было такого уровня соревнований. Мы привлекли туда лазерное шоу. Прямые трансляции, судейский корпус. Все, что можно было. Но вся Россия смотрела за битвой лучших спортсменов страны. Это действительно было очень ярко, зрелищно. Давайте напомним нашим телезрителям, как это было, потому что съемочная группа телеканала безусловно, была на открытии этого масштабного мероприятия. Эффектные трюки спортсменов – приветствие почетных гостей. В Одинцове стартовали поединки среди мужчин и женщин долгожданного чемпионата России под хэквондо. В борьбу вступили лучшие спортсмены страны в 16 весовых категориях. Я присутствовал неоднократно на тренировках нашей команды, которая готовилась выступать и отстаивать честь своей страны. Ребятам я сказал, это вот мои слова, они здесь присутствуют, я сказал, я вам желаю попробовать олимпийское золото на зуб нашей команде, потому что золота у нас еще в этом виде спорта не было. Прошло немножко времени, и оно у нас есть. Михаил Артамонов недавно вернулся с Олимпиады в Токио. Здесь он, как и члены сборной команды России под хэквондо, показали высочайший уровень мастерства. На счету Михаила – бронза. Секрет успеха – многочасовые тренировки без поблажек и дисциплина. Спортсменам хочу сказать, чтобы продолжали работать, тренироваться, даже когда что-то не получается или не складывается, кажется, что все, не получится. В этот момент надо продолжать тренироваться и продолжать верить, что все будет отлично, и однозначно результат не заставит себя ждать. Чтобы добиться таких же внушительных результатов и вновь побороться за олимпийское золото, победители этого чемпионата России готовились в течение нескольких лет. Сейчас самое время, чтобы сделать рвок вперед и стать ближе на шаг к Олимпиаде, который пройдет во Франции в 2024 году. Такой колоссальный масштаб. Ощущается, что действительно уровень тэквондо в стране растет, и в том числе организационный. То, как построен день соревновательный, какой курорт сделали под финальные поединки. Есть трансляция, освещение качественное, электронная система работает хорошо. Все на таком действительно крутом уровне, что только положительные эмоции. Зрелищно и феерично. Так оценили масштаб церемонии открытия гости, участники и тренерский состав сборных. География чемпионата тоже потрясает. 57 регионов со всей страны. Прекрасное открытие. Организовано великолепно. Ну и так совпало, что мы сегодня не только открыли чемпионат России очередной, но и как бы завершили прошлый цикл, поздравив наших спортсменов, олимпийцев, их тренеров и еще ряд наших коллег. Поэтому у нас такой праздник большой. Наверное, для всех было огромным сюрпризом и огромным подарком, в первую очередь для спортсменов, которые боролись за звание чемпиона, это приезд олимпийских чемпионов, которые в день открытия были на сцене турнира, которых награждала Федерация Тэквондо. Да, в этот день как раз были они и в Кремле, Владимир Владимирович, получилось так, что они утром получили свои машины, свои подарки. Награды от президента страны. Награды от президента страны, да. И были очень довольны и счастливы. И получилось, что вся наша молодежь, все наши спортсмены смогли прикоснуться к ним, к их машинам. Но могли пообщаться вживую с ребятами. Пофоткались и увидел, как государство поддерживает спортсменов. И со всеми нашими, что каждый из этих спортсменов, что может добиться таких же результатов. Потому что они такие же простые ребята, они 3-4 дня все соревнования находились в зале, со всеми фоткались, общались, давали советы, где-то их друзья выступали. Ну, ребята простые, это как бы наши олимпийцы, мы их тоже любим. Но самое главное, что они делились опытом, ведь буквально через 3 года следующая олимпиада, и сегодняшние победители чемпионата России, у них есть все шансы на нее поехать. Да, это чемпионат России был один из отборочных, который уже как бы начался старт, уже нету раскачиваться времени, как бы 3 года осталось. До этого как бы 4 года, там люди бывают туда, а здесь уже слишком и мало времени, и это был один из стартов, кто захочет уже попасть на следующую олимпиаду, уже сейчас надо было выиграть или входить в тройку на этом чемпионате России. Не случайно на чемпионате России присутствовали и ветераны? Да, и ветераны в нашем были. Для нас была большая честь, что они присутствовали на этом чемпионате. Это была поддержка наших спортсменов молодых. Они гордостью на них смотрели, как-то общались, вместе фотографировались. Ну, придало большую поддержку нашим спортсменам. На сцене также в день открытия был герой России Александр Головашкин, который очень трепетно относится к воспитанию подрастающего поколения. Он является руководителем патриотического клуба в том числе. И он тоже говорил очень много хороших слов. Александр Николаевич, да, большое внимание уделяет спорту. Часто даже его показывают по телевизору, это что где спортсмен, там и он. И его присутствие также, скажу, что поддержало много молодых наших спортсменов. Почему все-таки был выбран именно наш округ для проведения чемпионата России? Именно Федерация Московской области, именно ей было доверено право организовывать этот турнир. Чемпионат России, он каждый год для популяции развития дается каким-то субъектам. И не каждый может его принять. Это должен быть уровень соревнований. Но так как мы последние 3-5 лет являемся одним из лидеров тэквондо в России, мы входим в первую тройку, первую пятерку. И у нас появились хорошие спортсмены. У нас почему мы его и просили, и делали у себя. У нас есть спортсмены, которые должны попасть в Париж. Это Цакою, 68 килограмм на Сармат. На самом деле он здесь стал вторым. Как бы в финале неумышленно, когда при падении сломал человеку нос, попал, тот упал. И как бы он стал вторым, а так он должен был стать первым. Но это не суд был. Первое, второе. Они дальше будут отбираться на международных соревнованиях. И вот один из таких стартов, который мы хотели бы, чтобы он начинал с дома и до Парижа. Я думаю, мы дойдем с этим парнем. Еще у нас есть другие. Там и девочки есть. Также Анисия. Есть еще. Сейчас к нам перешла Хан Полина, девушка. Но я думаю, мы на Олимпиаде будем представлены. И поэтому хотелось бы начать с дома и стартануть, и дойти. Как выступили наши ребята в целом на чемпионате России? Довольны ли вы результатом? Нет, я результатом не доволен. У нас, как получается, первых мест нет. Мы не смогли завоевать золото, завоевали серебро. И там 4-5 бронз. Ну, год у нас, прошлый год был тяжелый. Потому что в регионах ребята на пандемии еще тренировались. Мы не так там, как бы, закрывали залы. И то тренировались, то не тренировались. Ну, что-то тяжеловато было. И получается, мы в прошлом году поехали на первенство России. Вот это молодежь, все, как раз они были. И по дороге у нас там кто-то показал ПЦР, и мы недели две-три уже сидели дома. И ребята набухли, пока не оставали форму. Было очень тяжело. Но мы вышли, готовились. Ну, видно, кто-то лучше нас готовился. Будем понимать, какие мы совершили ошибку. И на следующем чемпионате у нас уже будут. В прошлом году у нас было два первых места. Два вторых и четыре третьих. Мы выступили лучше. Ну, в этом году получилось так. Не знаю, может мы с организацией своих соревнований как-то, может, упустили процесс тренировок чуть-чуть. Потому что это же ребята нам и помогали, да, проведение там встречаний. Ну, я хочу сказать, что спортсмены Федерации Патаквандо Московской области, они не только тренируются и не только выступают на соревнованиях. Они еще активно ведут социальный образ жизни. Они активно участвуют в волонтерстве. Они первые помощники на всех мероприятиях, которые проходят на территории муниципалитета. Ривас Риванович, как вот ребятам удается не только тренироваться, блестяще выступать на площадке, но еще и, в общем-то, быть социально значимыми? Да, ну, во-первых, я что хочу сказать, что ребята стараются и показывают не то, что они только спортсмены, только это культура. Культура молодежи, которые должны поддерживать тот округ, где они находятся, тот дом, где они находятся. И мы все стараемся для этого сделать. И у них такое желание есть, чтобы помогать городу, помогать старшему поколению с уважением относиться к всему. И поддерживает это их дух. Не успели завершиться соревнования на призы чемпионата России, как уже стартовали следующие. Сейчас в наш округ устремились делегации из 15 стран. Гусей. Да, на самом деле у нас только закончен чемпионат России, думали вздохнем, но не успели. Получается, что мы взяли на себя еще проведение международного турнира. Это рейтинговый турнир, где нам очень необходимо. Я же говорю, мы все готовим к Олимпиаде. И у нас будет международный турнир G1 класса, где 10 баллов получит чемпион этого турнира. И на самом деле, чтобы наши спортсмены могли выступить дома и заевать какие-то очки, мы попросили провести у себя Russian Open. Это международный турнир, который проходит каждый год. Он в этом году юбилейный 10-й. И попробовали его провести у себя, чтобы ребята тоже так же заевали какие-то очки, чтобы было меньше расходов. Проверить всех тех, пятых, шестых номеров, вторых номеров, третьих номеров, которые не всегда выезжают на международные соревнования. Получается, что сегодня нет у нас никаких расходов. Сегодня у нас в Домодах Покровском, в Северском округе, проводится международный турнир. Где там около 470-450 спортсменов приехало всего мира. Какие страны представили своих делегатов? На основном это Индия, приехала Саудовская Аравия, Казахстан, Латвия, Литва, Голландия. Ну, 15 стран. Мне бы хотелось вернуться все-таки к чемпионату России, потому что мы говорили и показывали на нашем канале, что к этому чемпионату были выпущены специальные, разработаны специальные медали, которых не было никогда. И кубки. Давайте сначала посмотрим сюжет нашего корреспондента Татьяны Мигдаль, а потом об этом поговорим. Нокаут спортивных страстей на протяжении пяти дней. Бьются лучшие спортсмены России за чемпионский титул в 16 весовых категориях. Уже разыграна львиная доля медалей. Завершают соревнования и финальные бои. Совсем скоро подведут итоги. Напомню, что на чемпионат России под Хэквондо 2021 приехали спортсмены из 57 регионов страны, возраст которых по правилам соревнований от 18 лет и старше. За время чемпионата проведено более 200 боев. Впереди еще несколько финальных поединков, как среди мужчин, так и женщин. Ошибается, ошибается. Ошибается. Все правильно. Ошибается. Тренеры и болельщики, поддерживая спортсмена, не сдерживают эмоций. После напряженного поединка очередной титул чемпиона достается 19-летнему Али Алиеву из Дагестана, чемпиону России 2020 года. Чемпион России 2021 года – Оли Оли! Эта победа, как и многие предыдущие победы, давались нелегко. Все, что видят люди, это вышел, 6 минут поработал, ушел, а на самом деле часами работали в зале. Следом в женском бою вырывает победу у соперницы и пополняет список победителей 19-летняя москвичка Елизавета Реднинская. Выложилась, я думаю, процентов на 90, могла лучше, могла где-то еще дожать. Особого внимания заслуживает и работа судей, требуется их полная концентрация во время боя. Центральный рефери следит за тем, чтобы спортсмены при зарабатывании баллов электронной системы судейства не нарушали правил. За сложную технику начисляют дополнительные баллы боковые судьи. Они же и оценивают удары. Все те мероприятия, которые они проводили до этого, являлись, можно сказать, генеральной репетицией для подведения того, чтобы чемпионат России прошел на достаточно высоком уровне. Разыграно 16 комплектов медалей. Из них одно серебро и две бронзы в копилке Московской области. К слову, спортсменов порадовали не только их результаты. Мне все максимально понравилось. Спасибо большое Гусейну за такую классную организацию и всему Одинцову, Союзу Тэквондо России, потому что все было проведено максимально на самом высоком уровне. Чемпионат юбилейный 30-й, поэтому и дизайн у медали особенный. Аналогов нет. Был повод сделать ее и по размерам больше той, что вручали ранее, заявляют организаторы. Вручают награды вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов и председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова. Это очень важное, знаковое мероприятие, потому что чемпионат мира под Хэквондо. Как вы знаете, в Одинцовском округе очень сильно представлено это направление. Это развита секция Хэквондо. И, конечно, когда мы принимаем турниры российского масштаба, это престижно как и для местной ассоциации Хэквондо, так и для Одинцовского городского округа в целом. Настроение отлично, дух захватывает, самой хочется выйти и посоревноваться. Мы гордимся, что на нашей Одинцовской земле проходит чемпионат России по интересному виду спорта. И думаем, что это не в последний раз. Стоит отметить, что чемпионат России один из отборочных этапов на соревновании мирового уровня. Вторым этапом станет чемпионат Европы, по итогам которого лучше будут представлять Россию на Олимпиаде. Как родилась идея отойти немножечко от правил, сделать медаль чуть больше, кубки чуть интереснее? Хотелось поразить? Да, на самом деле мы своим чемпионатом России хотели поразить всех, и у нас это получилось. Медали поначалу думали сделать большие, боялись, как они будут выглядеть. Но на самом деле, когда их привезли, как я одел даже себе на шею, у меня уже сразу поднялся дух. Получились очень большие и красивые, 12 на 12 медали, большой лентой. И все были удивлены. Некоторые спортсмены, которые даже тренеры сборной России, говорили, почему вы, как мы оставили. Там есть спортсмены, которые оставили спорт и пришли на тренерскую работу. Он говорит, ради этих медалей я бы еще один год выступал. Готов выйти снова на площадку, только чтобы завоевать эту медаль. Получились очень необычные медали и получились очень необычные кубки. Как бы с природой, дерево, железо. На самом деле мы удивили всех. И до сих пор в комментариях везде пишут, что это был один лучший чемпионат, что всегда хотелось проводить на таком уровне. И каждый родитель, даже бабушки писали дома, которые никогда не могут выехать, бояться болезнью. И не всегда есть возможность. У нас была очень красивая, шикарная трансляция. Что человек мог вообще без проблем затеять. Я уже говорила об этом, что была организована прямая трансляция. И все могли поддержать своих спортсменов, даже находясь за тысячи километров. Да, и родители, и бабушки много писали отзывов, что спасибо, что получилось так. Но мы выходим на новый уровень, все равно тэквондо развивается. У нас есть уже олимпийские чемпионы, у нас как бы их не было за столько, 29 лет в России уже тэквондо. И у нас за это время не было ни одного олимпийского чемпиона. Было два чемпиона мира, три человека, одна девочка, два мальчика. А сейчас у нас два олимпийских чемпионов, три серебра и три бронзы. Для нас это, ну, в России это уже уровень другой, и поэтому у нас и соревнования будут с этого года, наверное, на другом уровне проходить. Ну и внимание к этому виду спорта совершенно другое. Совсем недавно федерация тэквондо в Московской области стала лучшей в регионе. На самом деле мы участвовали... Что это было за премия? Мы участвовали в премии «Живу спортом», это серебристическая платформа. И там участвовали около 208 федераций. Мы из них стали самые лучшие. Ну, на самом деле мы последние 2-3 года работаем каждый день. Да, у нас каждый день что-то там и волонтерам, где надо мы первые, где и субботники, где соревнования, где... Ну, показываем себя во всех уровнях, да, также провели соревнования. Там до этого был у нас российский турнир именно Лариса Евгеньевна Нелазутина, который прошел тоже на высоком уровне всей России. И так же провели, что тут чемпионат России. Ну, это все не остается без внимания, народ это видит, и это было голосованием. Не просто там признат, там, Министерство спорта в Министерстве, это было с российским соревнованием голосованием, и мы вышли на первое место с отрывом. Спасибо вам всем. Что дает эта премия? Премия... Куда будут потрачены средства? Средства, даже проведение соревнований, экипировка для сборников. Ну, в основном, те ребята, которые помогали, которые выступают, и те ребята, которые в дальнейшем будут выступать, будем их как бы обеспечить экипировкой, будем вывозить их на соревнования. Ну, я думаю, она даст нам еще подпорку, хоть и небольшие деньги, но для нас они существенно помогут дать еще какой-то толчок. Гусейн, но это была не единственная награда, которую вы получили на премии «Живу спорта». Да, мы еще участвовали на номинации «Мисс Живу спорта». Да, в России тоже участвовали очень много девочек, разных видов спорта. Это спортсменка, самая красивая спортсменка, да. И, на самом деле, в первую тройку вошла наша «Халаев Кисаран», а уже тройка должна была прямо на жюри выбрать, кто станет первым. Но мы стали выйти в «Мисс Живу», но на самом деле у нас была, она является мастер спортом, является чемпионом России, чемпионом международных соревнований и очень достойный спортсмен. Ну, это, кстати, говорит о том, что девочки, которые приходят заниматься в тэквондо, они действительно очень подтянутые, красивые, стройные, прекрасные фигуры. И они, конечно же, могут, их учат добиваться великолепных результатов. Я уже не раз говорил, что тэквондо – один из самых, наверное, перспективных и самых желательных видов спорта для девочек. Там не крутят ноги, руки, не надо бегать, ложиться на полу. Это спорт, который там не обнимаются. Где тренируются хорошие мышцы, хорошо можно ударить ногой, встретить, не отпускать. И большинство, единственный вид спорта, наверное, в России, где 50 на 50 с мальчиком соревнуются девочки. Других видов спорта все равно мальчики, да, девочки. А здесь наоборот, получается, что 50% у нас в спорте в тэквондо в России или в мире – это женский пол. На самом деле очень много девочек. Ну, я думаю, в тэквондо самые красивые девочки. Мне бы хотелось еще рассказать об одной спортсменке – Ксении Сдор. Совсем недавно мы познакомились с ней на чемпионате Центрального федерального округа. И уже после него, где она стала первой, у нее снова колоссальные успехи. Да, это наша тоже звезда молодая. Это с Орион спортивная школа. Она уже несколько лет, мы ее ведем. У нее есть Ким Максим, тренер. В прошлом году уже она была в двойке, тройке. Ну, вот она как бы раскрылась, да. На этом ЦФО она первый раз выиграла хороших чемпионов-призеров России. Позрослым выступала первый раз. И сейчас обратно ездила по молодежке выступать на международный турнир в Турции. Тоже очень обрадовались, что она смогла там стать первой. Уже два раза подряд. Понятно, да, человек вырос, у нее уровень. Уже стабильно начинает выступать на таком уровне. Мы очень надеемся, что эта девочка сможет в дальнейшем стать чемпионкой Европы. Она получила отбор на первенстве Европы. И в дальнейшем мы сможем ее довести до Олимпийских игр. Очень перспективный спортсмен. На самом деле, думаю, мы не упустим такого спортсмена. 57 регионов, чемпионат России, территория Одинцовского округа. Со своими достопримечательностями, со своей историей. Где удалось побывать спортсменам, судейскому корпусу? Как была вот эта часть чемпионата организована? Да, помощью нашей администрации. Мы приняли наших гостей. И как 12 числа было соревнование на два дня. 9, 10 и 11. 12 у них был отдых. Мы вот собрали судейский корпус. И тренеров. И отвезли в парк Патриот. И показали нашу гостепримечательность Одинцовского городского округа. От чего они были в большом восторге. Что говорили гости? Насколько им действительно понравился наш округ? Насколько понравилась организация, гостеприимство? Как их встретили на нашей территории? Ну, на нашей территории мы встретили их на высшем уровне. Кроме этого, я хочу сказать, что они как бы и прогуливались. И мы их то туда приглашали, то сюда как-то. И вот смотрели на наш городской округ. Им самое первое, что понравилось, что здесь большое зеленение, чистота. И понравились больше всего люди, которые были гостеприимные и простые, обычные люди. Гусенин Феджимрадович, а все-таки можем ли мы надеяться на то, что это не последний чемпионат России, который проходит на территории нашего округа? Будет ли дальше наша территория вот в этом смысле развиваться? На самом деле у нас очень много спортсменов именно из Одинцовского округа, сборной Московской области. И поэтому было выбрано именно Одинцов, потому что эти ребята живут здесь. Были возможности нам провести его в Люберцах, в Химках. Нам предлагали разные локации. Почти 90% Московской области спортсмены, которые ходят в сборную России, проживают в Одинцове. И некоторые из них учатся в Краснознамецке, да, в Одинцовском округе. В дальнейшем, да, мы будем каждый год стараться какой-то чемпионат тоже брать на себя или первенство. Потому что мы являемся одним из лидирующих позиций в России в Тейкондо. И надо на себя брать возможно, чтобы ребята у себя дома могли показывать хороший результат и было бы в фокализации больше. В следующий год мы уже взяли как бы на себя ЦФО, Центральный федеральный округ по молодежи, который пройдет тоже где-то, наверное, в апреле или марте. И также хотим взять первенство среди юниоров. 15-17 лет. Как бы это был чемпионат среди взрослых, а здесь уже будет более массовое. И думаю, 15-17 лет. Как раз у нас возраст, есть ребята, которые именно в этом возрасте у нас хорошие. То же самое Ксения Здор. И помимо него, что у нас еще Гостинькова, девушка, много ребят разных, которые могут выступить именно в этом возрасте. Мы будем брать те возраста, где могут настать чемпионы. Чтобы было как бы дома. И как бы стены помогают. Да, мы каждый год будем брать какие-то соревнования всероссийскому уровню на себя. Спасибо вам за интересную беседу. Поздравляю с великолепной организацией и проведением чемпионата России. И, конечно же, желаем побед нашим спортсменам на международном турнире. Спасибо вам. Спасибо. И еще можно один подарок сказать. Мы хотим вам передать подарок. Это по традиции спортивной. от чемпионата России. Да. Какая красота. Чемпионат России по тэквондо. 10-15 сентября, 1-2021. Очень приятно. Спасибо. Вам направлять. А в нашей памяти останутся яркие поединки и прекрасно организованные, зрелищные, спортивные мероприятия. Побольше бы таких на нашей земле. Спасибо. Если, когда поддерживают в городе администрации, поддерживают народ, поддерживают спортсмены, у нас всегда будет такой большой уровень соревнований. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok